Несмотря на то, что время близилось к полудню, машин на газонах в микрорайоне у Восточной Бутово по-прежнему оставалось много. И хотя лично пообщаться с нарушителями в этот день не удалось, листовки с информацией о штрафах были оставлены на лобовых стеклах, а также розданы автомобилистам, которых удалось встретить. Таких ситуаций у меня не бывает, на газон не ставлю, правила соблюдаю. Запрещено ставить на газон, значит власть должна контролировать это дело. Не всегда инспекторам удается своевременно реагировать на нарушения, ведь большая часть транспортных средств появляется на газонах ночью, когда в районе заканчиваются специально отведенные для парковки места. Но проводимая акция лишний раз напомнит владельцам машин о запрете размещения транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. Автомобили, оставленные в этих местах, не только портят внешний облик района, но и значительно добавляют работы управляющей компании. Это, во-первых, повреждение покрытия, газон нужно восстанавливать. Соответственно, дальше это затруднения работы дворников, которые подметают там мусор. Мы, с своей стороны, пытаемся проводить беседы с населением, но, к сожалению, тенденция, как вы видите, сохраняется. Жители района ситуацию понимают. Но как быть, если места для машины не удается найти? Для многих подобные действия вынуждены. Иногда понимаешь водителя, который вынужден и на газоны ставить, и на тротуары. Ну, а с одной стороны, как пешеход, ну, конечно, проблематично. Ну, по тротуарам ходить, на газонах, ну, тоже некрасиво, в принципе, у нас тут ухаживают. То есть, палка от двух концов. Но как ни крути, если нарушение есть, за него придется ответить. В день проведения акции замечания носили предупредительный характер. Но в другой раз в подобной ситуации автомобилистам придется выложить крупную сумму. За нарушение требований закона предусмотрены штрафы. Для граждан до 5 тысяч, для должностных и юридических лиц до 100 тысяч рублей. Данные акции, они проводятся нами регулярно. Проходят по всей Московской области, не только в Ленинском районе. Данная проблема, она для данных микрорайонов актуальна, потому что микрорайоны густо населены. Только за этот месяц нами было вынесено по этим микрорайонам порядка 150 постановлений за данное правонарушение. Помочь в выявлении нарушений может каждый. Для этого необходимо установить мобильное приложение «Народный инспектор». Сделать видео неправильно припаркованного авто. И отправить его с помощью электронного сервиса. Будьте уверены, ваша заявка не останется без внимания. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.